С возвращением. Кажется, я очень торопился с решением предыдущей задачи. Старался уложиться в 10 минут. Так что я повторю ещё раз, чтобы вы не запутались. Нужно найти, чему будет равен периметр этой красной фигуры. Она чем-то похожа на цветок. Я утверждаю, что периметр этой красной фигуры равен сумме периметров прямоугольников. Прошу прощения, сумме периметров треугольников. Но если я высчитаю сумму периметров треугольников, то получу периметр не только красной фигуры, но и этих частей, правда? Так как это части периметров треугольников. Поэтому, если мне нужна только красная часть, я вычитаю то, что обвел голубым, то есть периметр внутреннего квадрата. И периметр этого квадрата равен 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9, того 36. Теперь посчитаю сумму периметров всех треугольников. Периметр каждого из них равен 30. Значит, их сумма будет равна 120. Затем вычитаю периметр квадрата внутри, который равен 36. Итак, чему равно 120 минус 36? 84. Верно, 84. И это вариант ответа D. Следующая задача. Дайте вспомнить, где я закончил предыдущую задачу. Итак, следующее. Номер 13. Дан график — g . Лучше нарисовать его. Так будет удобнее определять значения. Так, деления примерно такие. И 2, 4, 6, 8. Давайте-ка перепроверю себя. Итак, 2, 4, 6, 8. И по оси х. 2, 4, 6, 8, 10. Стараюсь как можно точнее воспроизвести рисунок. Линия начинается немного выше 6, не доходя до 7. И куда она идёт? Похоже, к 4. Мне казалось, я пользовался инструментом линии. Извините. Она начинается чуть выше 6, не доходя до 7. Похоже, линия начинается на 1х. Она начинается здесь, затем идёт до 4 по оси х и до 2 по оси у. Кажется так. И затем от точки 4, 2 приблизительно идёт до точки 6, 3. Да. Потом она идёт до точки 8, 8 приблизительно сюда. Вот так. И затем идёт вниз до точки 11, 2. Она идёт до этой точки, и нам известно, что это график g . Если дано, что g равно k, тогда каково значение g . Что такое g ? Давайте выясним, чему равно k. Найдём g . При х, равном 2, чему будет равен у? Кажется, значение близко к 5, если не равняется 5. Значит, k равно 5, верно? Значит, g это 5. g равно 5. И нужно найти, чему будет равно g . Мы вычислили, что k равно 5. Теперь надо найти g . Значит, идём к точке 5. Получаем, это 5. И тогда значение близкое к 3. То есть, g , хотя по исходному графику кажется, что это неточное значение. Если мы посмотрим, при х, равном 5, это вообще-то меньше 3. Похоже, что 2,5. Так здесь нарисовано. Мой рисунок неточный. Посмотрите на ось х. Когда х равен 5, мы поднимаемся вверх к графику. И похоже, что значение графика в этой точке приблизительно равно 2,5. Давайте скажем, что оно равно 2,5. И это один из вариантов ответа. b. Следующая задача. Задача под номером 14. Если х больше или равен 0, но меньше или равен 8, а у больше или равен минус 1, но меньше или равен 3, тогда в каком из предложенных вариантов ответа представлены все возможные значения произведения х и у? Нужно всего лишь найти наименьшее и наибольшее значение произведения х и у. Чему будет равно наименьшее значение выражения х умножить на у? Если у — число отрицательное, а х равен максимально возможному значению, то есть х равен 8, а у — минус 1, это и будет наименьшее возможное значение выражения х умножить на у. Правда? Итак, х у нас 8, а у — минус 1 — это будет наименьшее возможное произведение х и у. Значит, х умножить на у будет больше или равно минус 8, так как если одно из чисел является отрицательным, тогда второе должно быть большим, чтобы получить большее отрицательное число. Итак, чему будет равно наибольшее возможное значение? Наибольшее возможное значение. Если я возьму 8 и умножу это число на максимальное значение у, то получу положительное число, то есть 24. Выходит, х умножить на у будет больше или равно минус 8 и меньше или равно 24. Вариант ответа — e. Ещё раз, как я получил значение минус 8? Наверное, вам не совсем ясно. Можно было бы решить, что минимальное значение х — 0, верно? Значит, я беру 0 и умножаю на любое из этих чисел, и в итоге получу 0. Но мы получим наименьшее значение произведения х и у, взяв значение минус 1 и 8. Вот как мы пришли к ответу минус 8. Следующая задача. Номер 15. Итак, будем рисовать. Линия идёт сначала так, потом так, потом так, ещё одна линия, которая идёт вот так. В задании дано, что этот угол равен n градусов. Чему равна сумма всех четырёх обозначенных углов, выраженная через значение n? Отлично. Значит, нужно найти сумму вот этих четырёх углов. Вот они. Давайте поиграем с углами. Если этот угол равен n, тогда и этот тоже равен n. Позвольте мне поменять цвет. Чему будет равен этот угол? Это смежный угол для n, значит, он будет равен 180 минус n, как и этот. Он тоже будет равен 180 минус n. А чему будет равна сумма этих двух углов? Обозначу их как а и b. Это угол а, это угол b. Чему равна сумма а и b? Нам известно, что а плюс b плюс этот угол, то есть плюс 180 минус n, будет равно 180. Я прав? Потому что все они находятся в одном треугольнике. Значит, а плюс b равно 180 минус 180 плюс n. Я просто перенёс 180 и n в правую часть равенства. Это сокращается, и мы получаем, что а плюс b равно n. Аналогично, если мы обозначим эти углы как c и d, вычислим и их сумму тоже. c плюс d плюс этот угол 180 минус n равно 180, так как они все находятся внутри одного треугольника. 180 сокращаются, прибавляем n с обеих сторон. Получаем, что c плюс d равно n. Если нам надо найти а плюс b плюс c плюс d, мы знаем, что а плюс b — это n, c плюс d — это тоже n. Тогда общая сумма равна n плюс n, или 2n, что даёт нам вариант ответа b. Итак, осталось ли время на 16-ю задачу? Чуть больше минуты. Итак, задача номер 16. После первого члена последовательности, каждой следующей. Знаете, думаю, нужно кое-что пояснить, так что разберёмся с решением в другом видео. Используйтесь с решением в другом видео. Продолжение следует...